Дорогая молодёжь, сердечно вас приветствую! Я из Сибири, рад быть в вашем общении, в нашем общении, вот так будет точнее. В этом благословенном общении, которое Господь подарил нам, и слава Богу, что мы много уже слышали, у нас не так много времени, и я тоже хотел поделиться словом из Священного Писания, и передать свои чувства, пожелания вам. А в конце этой проповеди мы склонимся для молитвы Господу нашему. И если у кого-то из вас зреет в сердце желание обновить свои отношения с Господом через молитву покаяния, внутренние решения, да поможет Господь это сделать. Моя тема, может быть, не очень будет вписываться в общую тему обозначенного общения, хотя думаю, что этого вопроса тоже коснусь. Я прочитаю Евангелие Марка, 1 глава, 9 стиха. Речь идет о крещении Господа нашего Иисуса Христа на Иордане, когда Он пришел к Иоанну. И было в те дни. Пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тот час увидел Иоанн, разверзающийся небеса, и духа, как голубя, сходящего на него. И глаз был с небес, Ты, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. Вот эти стихи. Тема моей проповеди взята из этого отрывка, и я ее сформулировал так. Открытое небо. Открытое небо в жизни Господа нашего Иисуса Христа. Здесь эта мысль прослеживается ясно. Иоанн увидел разверзающиеся, открывающиеся небеса, и потом последующие явления, о которых мы прочитали, и что-то о них скажем. Я хочу рассказать один случай жизни благовестников. Это было уже много лет назад. Это было в тундре, когда братья из одного поселка передвигались в другой для того, чтобы посетить небольшие группы, небольшие стойбища хантов, ненцев. И случилось так, что навигатор, по которому они передвигались, GPS, он перестал работать. Наступает ночь, темное время. В каком направлении двигаться, сложно определить. Ориентиров нет. Братья в этой местности неопытные совершенно в передвижении. Хорошо, что среди них оказался местный житель. Все остановились. Что теперь будет? Мороз на улице. Он внимательно, этот местный житель Хант, кажется, был, смотрел на небо и потом говорит, надо двигаться вот так. И все так поехали. За ним. И точно, безошибочно приехали в то место, куда направлялись. Что-то поняли из его ориентиров. А потом в кругу братьев за столом его спрашивают, называя по имени. Вот ты сориентировался по приметам на небе, скорее всего, по расположению звезд. А если бы небо было закрыто? Тучи. Что тогда? И он сказал такие слова. Тогда нам всем было бы очень плохо. Дорогая молодежь, когда небо закрыто в нашей жизни, когда вот это выражение, под которым мы понимаем отношений с нашим Господом, когда этого нет, когда это все плотно закрывают тучи неверия, непокорности, непослушания, может, еще каких-то проявлений, тогда всем нам очень плохо. И я понимаю так, что цель молодежного общения, одна из целей заключается в том, чтобы яснее поставить эти ориентиры, чтобы вот это небо как-то ближе к нам стало, и мы стали бы ближе, и чтобы безошибочно шли к той цели, которой направляем пути свои. Итак, открытое небо в жизни Господа нашего. Что ему предшествовало, этому открытому небу? Три момента, коротко. Первое – это его готовность исполнить волю Небесного Отца. «Вот иду исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Это момент пришествия Господа нашего на эту землю, а там на небесах еще был совет, в котором Господь сказал эти слова. Наш Господь Иисус Христос. «Иду исполнить волю Твою, Боже мой». Желание исполнять волю Небесного Отца – это предпосылка к открытому небу. Когда заканчивалась жизнь и служение Господа нашего на этой земле, Он почти последним словом сказал такое слово «совершилось». Вы помните это слово «молодежь»? И вот между тем и другим событием у Господа было состояние открытого неба. О Нем можно много говорить. Это ценнейшее благословение, которым Он очень сильно дорожил. Еще одна предпосылка к открытому небу – это когда Господь пришел креститься от Иоанна, а Иоанн понимал, кто стоит перед Ним и говорит, «Мне надо бы накреститься от Тебя». И Господь в ответ Иоанну говорит, «Теперь оставь». Так надлежит нам исполнить всякую правду. Что в этих словах заключается? Наш Господь знал, откуда Он, кто Он, откуда Он исшел и куда идет, Он все хорошо знал. Ему то, что Иоанн предлагал или то, что нужно было сделать, крещение принять, ему по Его характеру, по Его природе, по Его сущности не надо было делать. Но Он понимал, воля Небесного Отца заключается сегодня в том, чтобы я пошел этим путем. И так, это путь глубокого смирения, послушания и смирения своему Отцу. Это предпосылка к открытому небу. И еще одно. В Евангелии Луки об этом более выразительно написано. И когда Он молился, небо открылось. Молодежь, дорогая, я хотел бы, чтобы мы запомнили эти моменты и в своей жизни снова и снова обновляли их и практиковали. Это предпосылка к открытому небу. Я в конце моей проповеди планирую сказать о том, как трудно, а иногда для некоторых наступает момент, когда невозможно, чтобы небо открылось. Ты будешь очень много делать, может быть, кричать, но небо будет закрыто, потому что пропустил тот момент, когда Бог открывал для тебя это небо, давал эту возможность приблизиться к Нему. Как в жизни Господа проявлялось состояние открытого неба. Духа Святого послал Отец Небесный. И Господь Иисус был не только рожден от Духа Святого, но Он был и исполняем Духом Святым. Сила свыше наполняла Его. Это было свидетельство открытого неба. Это было ясное свидетельство утверждения Небесного Отца, пути Его Сына, одобрения, по-другому можно сказать, и благословения, дарования силы, чтобы делать те дела, для которых Он пришел на эту землю. Еще одно – это внутреннее свидетельство. Неоднократно Отец Небесный таким особенным образом свидетельство Сыну Своему посылал голосом «Ты, Сын мой, возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Молодежь дорогая, вот это свидетельство нам в сердце посылает Господь, когда у тебя есть внутреннее понимание. Это не какая-то мистика, а это ясное внутреннее свидетельство. Бог – твой Отец, а ты – Его Дитя. Вот это признак открытого неба. Его другие понять не могут. Окружающие тебя, особенно необращенные люди, не знающие Бога, ты будешь им об этом рассказывать, тебя могут посчитать за ненормального. Но для тебя совершенно ясно, что ты – Дитя Небесного Отца. Ты – Человек Возрожденный. Ты идешь тем путем к Богу Отцу, к тому, которого любит душа твоя, свидетельство Небесного Отца. Еще одно. У Господа нашего Иисуса Христа признак открытого неба проявлялся в том, что Он делал дела Отца Своего. Я делаю дела Отца Своего. Я делаю то, что я видел у Отца. Сын ничего не делает сам от Себя. Что видел, то делаю. Молодежь, дорогая, это для нас пример. Например, что мы делаем, как мы говорим, как мы поступаем, откуда мы берем этот образ, откуда мы берем этот пример. Можем ли мы сказать, я делаю то, что делает мой Отец, мой Спаситель. По крайней мере, я искренне стремлюсь к тому, чтобы делать так, как хочет Господь. Знаете, молодежь, наверное, это не такая простая задача. Я один пример хочу привести из жизни нашего Господа. Когда пришли Его уже взять, были посланы некоторые люди, а Он проповедовал, Он говорил, Он общался с людьми, с людьми, которые вокруг были. И те, кто пришли, вернулись к тем, кто посылали Его, и спрашивают, посылавшие у воинов, почему вы не привели Его? Они отвечают, никогда человек не говорил так, как этот человек. Его речь отличала. Его речь отличалась от других людей. Его речь говорила о чем-то небесном, о печати небесного, о печати какой-то святости, о печати какой-то вот, чего-то неземного такого. И другие дела. Окружающие люди видели это, замечали, они обращали на это внимание, иногда говорили, Бог посетил народ свой. Молодежь, дорогая, Господь Иисус был подарок небес этой земле. И Он был действительно свет истинный. Молодежь, мы – подарок Господа нашего Иисуса Христа этому грешному миру. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. И вот как важно, чтобы в нашей жизни тоже была бы печать действительно открытого неба, что мы живем в таком вот присутствии Бога, что мы так в нашей жизни поступаем, что мы стремимся так поступать. Не все у нас может получаться. Иногда мы оступаемся, падаем, мы сожалеем, мы плачем об этом, но вновь мы возвращаемся к состоянию открытого неба. Мы хотели бы вернуться к этому состоянию. Однажды апостол Петр был с другими учениками некоторыми со Христом на горе преображения. Помните этот момент? И там так ярко-ярко проявилось. Небо открыто. Преобразился образ Господа Иисуса Христа. Беседа там была. Ученики спали, а потом вдруг просыпаются, они видят то, что происходит, еще пока слабо осознают, что происходит. Но чувства, которые наполняли их сердца, апостол Петр выразил так. Господи, хорошо нам здесь быть. Не хотелось бы уходить. Хорошо. Это действительно особенное, хорошее состояние. Хорошо нам здесь быть. Спускаются с горы. А потом через некоторое время ситуация меняется. Господь Иисус оказывается теперь уже арестованным и в доме первосвященника. И в этом же дворе апостол Петр, ученик его. Может быть, более об апостоле, мы потом можем говорить о нем, но это ученик-последователь, выбранный Господом для высокого служения. Подходит служанка и говорит, и ты был с ним. Помните, что он сказал? Не знаю всего человека. А потом еще раз, а потом еще раз евангелист Марк пишет, и запел петух. И Петр начал плакать. Вот здесь для Петра небо закрывалось. Закрывалось небо. И он это сильно почувствовал. Он это понял. Это не просто какое-то внутреннее чувство, это было ясное понимание. Что-то его совершенно отгородило от связи с тем Спасителем, который сейчас находился здесь, на судилище, а потом пойдет на крест, на Голгофу. Друзья мои, и Петр продолжал плакать. В Евангелии Марка, я сегодня снова прочитал, написано, и начал плакать. Сколько он плакал? Там не написано. Но когда мы переворачиваем страницу евангельского повествования от Марка, есть свидетельство ангела женщинам, которые были около гроба. Идите, скажите ученикам его и Петру, что Господь воскрес. Я не думаю, что уже тогда восстановился Петр в своем состоянии внутреннем близости к Господу. Знаете, когда он восстановился? Я понимаю так. Он восстановился тогда, когда Господь спрашивал его, «Любишь ли ты меня?» Вот это тема нашего общения. «Любишь ли ты меня?» И когда изнутри искренне ты знаешь, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя, не получилось, не устоял, споткнулся, переоценил свои силы, но внутри мое стремление к тебе, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Состояние открытого неба восстанавливается снова. Я хочу, дорогая молодежь, еще один текст Писания процитировать и проиллюстрировать его видимым образом. Обычно я так не делаю, но думаю, что, может, яснее будет без многих объяснений, если так сделаю. В послании Коринфянам, во втором послании Коринфянам, в 11 главе, вторым и третьим стихом, апостол Павел пишет такие слова. «Я обручил вас единому мужу, но боюсь, чтобы как змей хитростью прельстил Еву, так и ваши умы не уклонились, не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Немножко сложный текст. Надо больше дополнительного времени, чтобы объяснить его. Поэтому я решил использовать иллюстрацию. Павел говорит, «Я обручил вас единому мужу». Вот белый листок, свежесть, чистота, ясность. Вот это то, что делает Господь с нами при возрождении, свежесть отношений с Богом, ясность, как поступать. Вопросы встают, но они как будто бы так разрешаются. И все ясно, и просто, и чисто, и совесть чиста, и сердце чисто, и стремления чистые. «Я обручил вас единому мужу». Не уклонитесь от простоты во Христе. Что это такое простота во Христе? Я сгибаю этот листок и вы видите одну прямую линию. Направление простое, ясное, открытое. Молодежь дорогая, простота во Христе – это ясность пути, на которой зовет нас Господь. Вот эта простота, она однажды была Господом открыта Адаму и Еве. Не ешь, не вкушай, от всех деревьев можешь есть, от этого не вкушай. Ясно и просто, правда? И можно было бы еще примеров приводить много. Ясно и просто. Но что делает враг души? Он приходит в жизнь наших прародителей. Он также приходит и в жизнь нашу, в жизнь возрожденных людей. Как искушение приходит. И что делает? Он его просто сминает. А что теперь? Много разных линий, много разных направлений, где-то ясное, четкое направление, которое было обозначено, оно где-то чуть-чуть может прослеживаться, но так все смешано, так все смято. Молодежь, вот что сатана стремится сделать с нашим ясным пониманием пути, с нашими чистыми отношениями с Господом, с тем небом, которое могло бы и должно бы быть для нас открыто. Вот это он делает. А потом у Евы появляется много вопросов. А потом Ева на это дерево, о котором Господь сказал, не ешь, она смотрит и говорит, и понимает, приятно, красиво, вожделенно. что случилось? Эта ясная прямая линия заповеди Божьей сломалась, пришло другое. Это часто или, может быть, иногда наша жизнь. Я расскажу вам один пример из своей жизни. Это было моей молодости. С работы я иногда ходил домой пешком. Не так далеко было. Иду однажды, сидит человек, я его раньше не замечал, а внутри свидетельство, побуждение, скажи ему о Христе, скажи. А я не знаю, что сказать. Мне трудно, мне тяжело. Я прохожу мимо. Быстро забыл это переживание. Через некоторое время опять иду этой дорогой. И опять он сидит. И теперь уже яснее. Скажи ему, скажи. Я думаю, как я начну разговор? Что я скажу? и я вам скажу. Я прошел мимо. Это было перед выходными. Мы работали на улице, был летний день, и вдруг я слышу звуки духового оркестра. А внутри как будто все оборвалось. Я не знал, что хоронят этого человека. Я потом узнал, чуть позже, когда мы пошли туда. Для меня небо закрылось. Молодежь, свежесть отношений с Богом ушла, исчезла. Ничего не осталось. Все твои мысли, все мои мысли вокруг этого, вокруг непослушания Господу. Не только в этом проявляется, не только в этом может проявляться такое состояние. Закрылось небо. Все, больше ничего не было. И я молился много, и лично молился Господу. И однажды, когда вот было подобное молодежное общение, было тоже звучало проповедь, у меня ясное внутреннее свидетельство. Тебе надо покаяться. Вот все твои молитвы, которые ты к Богу возносил, да, они перед Богом имеют значение, но для тебя сегодня необходимо это исповедание, чтобы снова восстановить вот эти отношения с Богом. Господь мне помог сделать этот шаг. И с того времени я не часто рассказываю это переживание моей жизни, но каждый раз, когда возвращаюсь памятью в то время, оно как будто освежается, и то, и другое, и свежесть этих отношений снова восстанавливается. Молодежь, дорогая, заканчивая вот это слово, эту проповедь, я хотел бы вам предложить, может, сегодня есть у кого-то из вас подобное переживание по другой причине, по другой причине возможно, но сегодня близость этих общений с Господом утрачена, свежесть их утрачена. Как восстановить? Может быть, уже что-то и делали, и пытались, но как будто ничего не получается. Сегодня вот такая прекрасная возможность, чтобы помолиться Господу, освежить эти отношения. И в конце хочу рассказать пример, который на меня произвел сильное впечатление. Я слышал его не так давно. Это было на Ямале, на полуострове Ямал, там, где проживают небольшие поселения ненцев. Детей из этих семей собирают в интернат, и они какое-то время там учатся. Полгода некоторые больше там находятся. И вот случилось так, что зимой десять мальчиков, подростков решили идти домой, свои дома. Они оставили интернат, об этом никто не знал, и пошли. Они сбились с дороги. К сожалению, они все замерзли. Так случилось. Это трагическая история. Но о чем я особенно хотел сказать. Когда их анатомировали, почти у всех было обнаружено, голосовые связки были помнены. Они кричали, они вопили. В напряжении все это было. Голосовые связки не выдерживали, но их никто не слышал. Им никто не помог. Молодежь, дорогая, я, рассказывая эту историю, не хотел возбудить в ком-то, может быть, эмоции или чувства, но, вы знаете, этот момент, именно такой момент подчеркивает ясно слово Священного Писания, книга, притч и другие места. Я звал, я звала, говорит, премудрость. Господь говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Я широко открывал эти двери, но они не отзывались. И когда Сын человеческий встанет и закроет дверь, то тогда вы, написано, вне станете кричать и звать, но двери будут закрыты. Дорогая молодежь, я понимаю так, что сегодня нам Бог подарил это общение, чтобы снова помочь нам обновить наши отношения с Господом, если они каким-то образом утрачены, заштрихованы, затушеваны, чем-то еще. Слава Богу, что среди нас есть те, и я верю в это, кто живет в состоянии открытого неба, кто этому радуется, кто этой радостью может поделиться с другими, обогатить других. Слава Богу за это. Но я убежден, что среди нас есть те, кто живут в другом состоянии. Мы сейчас будем молиться. Я хочу предложить помолиться в первую очередь тем, кто нуждается в молитве покаяния и обновления, обновления своих отношений с Господом. А для того, чтобы нам чуть поразмышлять лично, я хочу предложить, чтобы мы спели всего один куплет. Один куплет, надеюсь, известного гимна. слышишь ли ты голос Божий, нежно для тебя звучит. Спасибо за субтитры Алексею